До Скабеева и в эфир пришел один политолог, який, знаете, почав совсем другую думку просувствовать, что, оказывается, американские оружие, британские, французские – это совсем не фуфло, и это действительно загроза для россиян. Послушайте. Я просто напоминаю, что во время было заявление о том, что ставки со стороны американцев, составляющие на что влияет, такая же степень интенсивности идет, как бы это не совсем соответствует действительности. То есть надо понимать, что поставки вооружения, как финансирование, влияет. Такие, знаете, ободряющиеся сентенции. Мы сейчас рассуждаем на тему того, что и самолеты не изменят положение дел на войну. Мы же понимаем, что в известной степени изменят и повлияют. Просто заранее надо, так сказать. В глобальном смысле, надеюще, нет. Заранее просто надо говорить, можно ошибаться, нельзя врать. Проблема заключается в следующем. Отдельные виды вооружения влияют на этот конфликт. Хаймерс повлиял, Байрактар повлиял, Ктуры повлияли. На отдельных фазах они повлияли. Видите, мы как от Байрактаров к Хаймерсам и Ухтаров по нашей стране. Потому что они все повлияли, потому что они все привели к тому... Или потому что мы не ответили жестко. То что, оказывается, и Байрактар повлиял? Это очень удивительно. Потому что когда нам дали первые Байрактари, виявляется, что они тоже мощные. И это, знаете, очень несподівано чути такие разговоры на федеральном телеканале «Россия-1», который у них вважается первым из первых и который зомбует население. Хотя у них все телеканали занимаются зомбованием своего местного населения. Но то, что им начали рассказать, что это зброя и справедливо мощная. Ну, но это понятно, что они говорят с акцентом на том, что это не украинская зброя, а натовская. И поэтому это значит, что НАТО воюет против России, а не Россия начала войну против Украины и взагалі против того, чтобы наша держава существовала. Там про это пока не скажут, но есть еще один эксперт, так называемый военный эксперт Федоров. Он часто на канале НТВ появляется. И вот он, начебто, мает связки в украинской армии. Ну, это он рассказывает тим ведущим пропагандистам. И он говорит, что мы бьем, на отличие от окупантов, и справедливо по военных целях. Вот вы являете, пропагандисты говорят, что мы убиваем мирное население, а цей Федоров пришел и сказал, что мы бьем именно по военных целях. И это законные военные цели, аэродромы, летаки и так далее. Смотрите дальше. Украина переходит к поражению военных объектов Российской Федерации, чего раньше не было на территории Российской Федерации. Это Ростовская область. Они же все пытались там и аэродромы обстреливать. Это Крым. Не берите Крым. Почему Крым? Нет. Слушайте, я живу в таком месте, где достаточно много военных объектов, аэропортов. Я просто говорю сейчас. Летают там эти беспилотники и сбивают их постоянно. Беспилотники. Сейчас имеется в виду французские ракеты из Туршеду. То есть это Краснодарский край, это Ростовская область, это Курская область, Белгородская область, Смоленская область. То есть это уже другое качество, потому что договоренность вчерашняя, которая была, что удары все основные должны носиться по военным объектам России. Андрей Владимирович, давайте мы уточним. До этого они и раньше пытались бить по этим регионам беспилотниками, которые они вроде как, вы говорили, собирают сами. Мы говорим, что это британцы им поставляют. Теперь же это то самое высокоточное оружие, которое наводится американцам. Американский спутник его показывает цель. Американский спутник отдает координаты. И чуть ли не американец сидит и нажимает на кнопку, потому что нужно быть подготовленным сотрудником. Там 5-7 килограмм максимум. Другое дело с том шедоу, который разнесет дребезги там пола аэродрома. Ну, естественно, иншая справа, если прилетит ракета. И это очень хорошо, что они это понимают. И вы же видите, как риторика изменится про то, что оружие эффективная, оружие наносит потужные удары, нам всем хана и так далее. И, кроме того, они признают, что если украинцам дать дозвіл, даже бить по прикордону РФ, это все равно приносит эффективные результаты и успехи для сил обороны Украины. Поэтому мы ожидаем на расширение такого дозвола, чтобы были не только по Белгородской области, но и дальше в глиб территории РФ, потому что там достаточно много військовых целей. Ну, а сейчас, друзья, мы будем говорить, как и обещала, про визит нашего президента до Франции. И не только с нашим наступным гостем. Он появится в этом эфире за несколько секунд, поэтому вы не примирайтесь. Редактор субтитров А.Семкин и сказали, что, имеверно, західні ЗМІ пропускали, что президент Франции Макрон может оголосить про отправку французских військовых инструкторов до нашей страны. Чего, загалом, очекуете от этого визита? Зеленский поспілкуется и с Макроном, и с Байденом, и, возможно, не только. Ну, первое, что нужно сказать, что встречи с Байденом будут двое. Наша мирная конференция, далее на это все множится G7, где могут выдать деньги. Далее это все множится на то, что завершаются выборы в Европарламент и начинается вступ. Мы можем подойти до висновки, что месяц, когда будет решиваться, или не больше этого года, это червень. Ну, и хвостиком будет липень Вашингтон-саммит в НАТО. Но даже саммит НАТО будет решиваться, их финальный коммунике будет решиваться сейчас. Поэтому, по большому рахунку, сейчас мы видим, что червень на политико-дипломатичной військовой тематике, он будет важливее этого года. Поле боя, понятно, будет окремо, это окремый трек. Ну, вот и после этого, если они не найдут каких-то договоров, тогда будет військовая эскалация. Но если они найдутся, то будут рухаться десь в сторону самого, скажем так, вирішения ситуации с войной, ну, скажем так, умовным мирным шляхом. И то, что Зеленский будет с Байденом встречаться двое, это как раз таки говорит про то, что Байден может озвучить технические рамки того, как он бачит этот год. Как форум мирный, умовно, кінец літа-осень, что он хочет, как он бачит, как Зеленский бачит. Зеленский возьмет несколько дней, подумает, а потом перед саммитом мирным с Байденом встретится и еще раз ведут рамки. Это те самые ценностей двух разговоров, которые будут в Зеленского этого года с Байденом. То есть до этого общались с Саллеваном, с Блінкеном, там ездили туди-туди-сюди, типа. Зеленский последний раз с Байденом бачився, когда был саммит в Вашингтоне, тогда общались не очень хорошо. Байден позначил свою червоню лінію, что он нас не хочет видеть в НАТО. И это, до речи, цикавое вопрос, если он тогда хочет победить Путину. Ну и, власне, далее будет звірка годинників Зеленского с Байденом. Рухаемся в одном фарватере, не рухаемся. Если не рухаемся, то кто в какую сторону и чем занимаемся. Ну и, власне, это тоже впливает, а, на безопасную ситуацию у нас, б, на саму выборчую кампанию Байдена. Ось такая ситуация. Продолжение следует...